Друзья, привет! С вами Наталья, школа графического дизайна и иллюстрации. Сегодня в Корле будем рисовать вот такой оригинальный геометрический орнамент. Задумала показать много полезного и не только касательно данного конкретного орнамента. Можете поверить, что не подведу. Друзья, просьба поставить лайк, подписаться на канал, если вы еще этого не сделали, и на соцсети школы, ссылки в описании под этим видео. Также приглашаю заинтересованных в быстром и качественном освоении программы Корл «Пройти персональный курс обучения». Подробности также по ссылке в описании. Ребят, в уроке буду показывать несколько способов, поэтому вы сможете выбрать для себя наиболее удобный. Да и вообще смотреть уроки и делать по ним очень полезно, потому что полученные знания вы сможете применить уже в своих работах. Итак, мы переходим к практике. Ребят, я уже создала новый документ. По размерам он квадрат, чтобы просто удобно было ориентироваться. Напомню, что размеры устанавливаются вот в этих окошках. Итак, возьмем инструмент «Прямоугольник» и с зажатым контрлом нарисуем первый квадрат. Это пока просто ориентиры. То есть мы сейчас определимся с размерами. Буква «П» ставит любой элемент или несколько элементов по центру. И «Контрл-С» скопируем в буфер. «Контрл-В» вставим на это же самое место. Этот квадрат мы с «Шифтом» увеличиваем. И сразу его давайте повернем. Можно даже его снова уменьшить. Чтобы они примерно вот здесь касались. Это, повторюсь, заготовки. Это ориентиры нашего будущего орнамента. Вот это я сдвину сейчас. И мы будем ориентироваться вот на этот квадрат. По размеру он, видите, поскольку он квадрат, размер, ширина высота одинаковый. Давайте для удобства работы все-таки сделаем, чтобы он был какого-то четкого размера, удобного. Поэтому зажат замок. Ну, пусть будет 90. Enter. Соответственно, второй размер тоже поменялся. И возьмем инструмент «Эллипс». Нарисуем его с «Контрлом». И это будет вот наша точка, то есть те кружочки, которые будут дублироваться везде-везде. Поэтому тоже давайте для удобства сделаем, пусть он будет, ну, допустим, 2 миллиметра. Ну, пусть пока будет черный. Нет, давайте все-таки поярче. Красный, без контура. Все-таки, наверное, побольше. То есть вы выбираете размер свой, а я из-за того, что я на экране делаю, давайте все-таки сделаем хотя бы 3 миллиметра. Enter. Итак, привязываем его по углу квадрата. Пойдем в меню «Окно», «Окна настройки», «Преобразовать». Это я показываю, ребят, первый способ. «Преобразовать». И давайте определимся, какое расстояние будет между квадратами. Ну, к примеру, нам нужна первая вкладка «Преобразовать». То есть, ребят, если мы по «Х» поставим 3 миллиметра, то у нас будут они плотно располагаться стык в стык. А нам нужно расстояние какое-то. Ну, пусть расстояние будет между ними 2, например, миллиметра. Поэтому по «Х» ставим 5. Давайте проверим. Даже, наверное, все-таки 4, чтобы 1 миллиметр между ними был. Количество копий 10 мало. Еще остатки удалим. Не охота мне сейчас считать. То есть, еще раз, 3 миллиметра наш кружок, наша бусина, и между ними миллиметр. Ну, вот видите, по размеру сейчас не важно, поэтому это просто ориентиры, да? То есть, примерно такого размера будет хорошо. Снова возьмем угловой круг. Здесь по «Х» будет уже 0. По «У» будет минус 4. Копий, ну, сколько? 25 получается. Применить. Это тоже удаляем. Соответственно, ребят, вниз и вправо можете тоже таким же образом продублировать. Или можно взять просто вот эту группу, которая находится между ними. Можно ее даже сгруппировать. Введем с «Шифтом», чтобы шло ровно. Одновременно нажимаем правую клавишу мыши, чтобы продублировать. И такая особенность нам нужно выровнять по центру вот этого круга. То есть, мы сначала выбираем группу. Вот она, другого цвета. Сначала выбрали ее. Потом с «Шифтом» выбрали либо левый, либо правый нижний круг. Меню «Выравнивание». И выравниваем по центру. То есть, мы сначала щелкнули по тому объекту, который будет перемещаться. И по второму объекту, относительно которого будет перемещаться. Вот этот квадрат мы можем уже удалить. Он свою функцию уже выполнил. Если хотите продублировать что-то в сторону. Давайте возьмем вот эти объекты. Пойдем снова, закрыл я случайно окно, окна настройки. Преобразовать. По «У» 0, по «Х» 4. Копия 1, потому что выбран весь ряд. Применить. Соответственно, то же самое. Возьмем вот эти объекты. Не захватывайте первый и последний. Здесь поставим минус 4. Применить. Дальше, ребят, вот эту мы группу разгруппируем. Выделим вот эти. Не захватывайте первые два, а последние два. По «Х» уже 0. По «У» минус 4. Копия 1. Эту фиолетовую группу тоже разгруппируем. Выберем только вот эти нужные нам объекты. Здесь уже плюс. То есть напомню, что начало координат – это левый нижний угол листа. То есть если мы отдалимся, то вот 0. Видите, по линейке 0 здесь и 0 здесь. Поэтому такие вот минусы-плюсы. По «У» 4. Копия 1. Применить. Вот мы, ребят, заготовили центральный наш элемент. Если вы хотите сделать, допустим, внутренние части другого цвета, вы выделяете только их. И, допустим, украшиваете в другой цвет, который вам нравится, который вам подходит. Я сиреневый не люблю, поэтому сделаю темно-синий. Следующий момент. Мы не можем сейчас взять вот так вот, просто увеличить и продублировать вдоль вот этого квадрата. Потому что у нас кружочки будут размера больше. Поэтому мы берем, либо заново рисуем кружок, либо, кстати говоря, вот это можно уже как-нибудь развернуть, чтобы ровно было. Мы берем кружок, ставим примерно сюда. Не забудьте продублировать, чтобы здесь остался круг. И поехали снова. Давайте вниз. Тогда поставим минус 4. Так, копии надо сообразить, сколько будет. Давайте поставим 40. Применить. И лишний удалим. Вот этот берем. Ну, сколько? 37. Не охота считать. Уже здесь 0. По иксу 4. Применить. Так, и, соответственно, берем вот этот элемент. 35 поставим. Применить. Еще лишний. И вот этот вниз. То есть здесь по иксу 0. Здесь минус 4. А копий 30, наверное, 2. 32. Применить. Еще одну. Применить. Соответственно, друзья, мы тоже квадрат, вот этот ориентир, удаляем. И таким же образом можно сделать вовнутрь, чтобы какое-то было единообразие. Или можно сделать, давайте прикинем, может быть мы наружу будем этот внешний контур делать. Поэтому группа с контролом под 45 градусов и ставим по месту. То есть мы сейчас должны уже с размерами определиться. Вот видите, во внешнюю сторону хочется, потому что здесь иначе наедут. Ctrl-Z отменяю действие. И сделаем во внешнюю среду. Разгруппируем. Возьмем верхнюю строчку. Не захватывайте лишнего. Так, по игреку 4 просто. Количество копий 1. Нижний ряд вниз минус 4. Применить. Вот этот рядок по ху минус 4. Применить. И вот этот ряд по ху уже плюс 4. Применить. Заготовили внешний квадрат, состоящий из двух квадратов. Снова выделим. И последние цвета, которые использованы, они находятся внизу. Поэтому такой же цвет. Можно сделать тоже группу. И поставить уже... Так, давайте вот это сгруппируем. Предварительно куда-нибудь несколько объектов. Продублируем. Это группа. Это группа. Буква П ставим по центру, но пока не спешим разворачивать. Потому что сейчас мы сделаем здесь вот такие полукруги, либо кусочки эллипсов. Для этого возьмем инструмент эллипс. И с контуром нарисуем круг. Можно тоже буква П по центру. И с шифтом. Ну, примерно по размеру нужно понять. Давайте он будет зеленого цвета и какого-то контура немножко потолще, чтобы просто было видно. Так. Надо понять, откуда будет выходить вот этот круг. Наверное, от центрального. От этого кружочка. Поэтому все ровненько по центру. И мы с шифтом увеличиваем вот до этих пределов. В принципе, привязка стоит. Привязка к объектам. Поэтому вот этот круг залип. То есть, видите, здесь все ровно идеально. И сделаем дугу. То есть, переключились на дугу. Пока не перевели в кривые, с кругом можно проводить какие манипуляции. Мы можем делать сектор, мы можем делать дугу. И вынимается правый нижний угол. Инструмент создания форм. И с контролом мы вот так должны сделать половину только. То есть, ровно идеально. И переключим на дугу. И с шифтом вот так поставим ровно вот сюда. Следующий момент. Мы возьмем наш круг. Так, а давайте-ка, друзья мои, пусть этот круг будет, к примеру, пока что голубой. И мы вот этот полукруг поставим прям идеально вот сюда, по центру. Этот поставим поверху. Прям идеально поставим поверху. И голубой кружок с шифтом его продублируем. Ставим вот сюда. Но на самом деле сейчас это не принципиально, чтобы они тут стояли. И сейчас наша задача, друзья, создать цепочку между одним голубым объектом и другим голубым объектом. И пустить ее по вот этой траектории. Вообще, на самом деле, чтобы, ребят, программа сейчас не зависла. Мы возьмем голубые объекты и унесем их, ну, например, с шифтом в пространство свободное. Пойдем в интерактивные эффекты и среди них выберем перетекание. Щелкнули по одному объекту, зажатая левая клавиша мыши и ведем, перетягиваем вот сюда. Вот что получилось. Но наша задача сейчас понять, сколько нам нужно сделать вот этих переходов, чтобы они заполнили примерно через такое же расстояние. Но предварительно мы с вами, вот видите, выбран переход. И здесь панель как раз работы с этим переходом. Здесь мы можем менять количество вот этих вот объектов, которые находятся между ними. То есть количество переходов. Пойдем вот сюда, свойства пути, создать путь. Показываем, что мы привязываемся вот к этому зеленому пути. Но нам нужно растянуть. То есть нам нужно первый объект поставить вот сюда ровно. А второй объект поставить вот сюда ровно. То есть он уже привязан и он идет ровно-ровно по траектории. И поскольку привязка к объектам стоит, он привязался к крайнему розовому и здесь к крайнему розовому. Ну, соответственно, свойства пути, методом подбора, чтобы примерно расстояние было между ними такое же, как здесь. Ну, 50, либо 50, давайте прикинем 53. Ну, я думаю, как-то так. А вот отличная штука получилась. Сейчас мы давайте сразу раскрепим, чтобы это уже было не эффектом, а чтобы были просто объекты. Поэтому правая клавиша «Разъединить группу с перетеканием по пути». Нажимаем. И нам эту зеленую линию можно удалить. Обязательно выбирайте на приближение именно ее и нажимаем «Дел». Вот эти голубые мы можем уже спокойно удалить. Немножко они тут не идеально стоят, но мы не принципиально. Друзья, перед тем, как мы будем дублировать вот этот полукруг, нужно его чем-то наполнить. Поэтому я сейчас хочу показать вам еще работу с направляющими. Но для удобства работы, чтобы не считать, для меня сложно, а делить в уме, я сделаю страничку 300 мм по ширине и по высоте, чтобы это осталось квадратом. Пойдем в меню «Окно», «Окна настройки», «Направляющие» и выставим ось вертикальную и горизонтальную. Соответственно, по «У» мы поставим 150, добавить. И по «Х» координате тоже 150. «Добавить». И что-то нужно вот здесь вот в этой части накрутить. Предлагаю вариант такой. Берем, к примеру, снова «Эллипс». Выставляем наш размер, наших точек 3 мм. Это будет центральная часть. Сейчас что-нибудь напридумаем по ходу работы. Ребята, смотрите, привязка не включена к направляющим, поэтому привязка к направляющим нужно обязательно нажать. Вообще, урок подробный о направляющих есть, конечно же. Ссылку оставлю, сейчас она появится в правой верхней части экрана, поэтому мы привязываемся к центрам вот этого элемента. Это будет центральный круг. Ctrl-C, Ctrl-V вставляем на это же самое место. Это будет у нас путь. Ну, либо просто ориентиры посмотрим. И с Shift-ом увеличиваем. То есть вдоль вот этой линии мы упустим тоже кружочки. А это уже будет, ну, пусть другого какого-то цвета. И правая клавиша «Отменить контур». Итак, ведем с Shift-ом и одновременно нажимаем правую клавишу мыши, чтобы продублировать. И продублируем еще вниз. Единственное, тут нужно обязательно... Прям вот центр должен быть привязан к окружности. Опять же, урок про привязку. Там это все подробно рассказано. Вот прям написано «Квадрант». То есть мы привязались. Еще показываю один способ, друзья мои. Берем два зеленых объекта с Shift-ом. Их давайте сгруппируем Ctrl-G. Ctrl-C скопировали в буфер. Ctrl-V вставили на то же самое место. И с Ctrl-ом, то есть видите, перещелкивается на... Сколько здесь? 15 градусов. Мы поставим их вот так. С Shift-ом выбираем уже одну группу горизонтальную, другую вертикальную. Щелкаем второй раз, чтобы появилась возможность вращать. И снова с Ctrl-ом дублируем вот так. Сейчас посмотрим, достаточно будет или недостаточно этого количества. Так, наверное, друзья, маловато, поэтому Ctrl-Z отменяю действие. Давайте это тоже удалю. И мы сейчас будем вращать. Прикинем, насколько... Потому что, видите, с Ctrl-ом 15 градусов недостаточно. Поэтому пойдем снова в меню «Преобразовать». Вторая вкладка «Вращение». Центр вращения находится по центру нашей вот этой группы. И давайте поставим угол поворота. Прикинем сейчас. Так, ну, градусов... Так, давайте 10. Копию пока одну. Маловато. Ставим тогда 13. Тоже маловато. Так, а почему тогда нам 15 не подошло? Давайте поставим 20. Ну, тоже смотрите, достаточно ли вот это расстояние, чтобы примерно было такое же, как везде. Я думаю, что неплохо. Удалим черный вот этот крок. Друзья мои, сейчас самостоятельно доработаем вот эту часть. То есть подумайте, что здесь может быть. Может быть, какие-то дублирующие дуги. Ну, например, две, как мы везде это делаем. Может быть, какие-то элементы вот здесь появятся. Я сейчас это сделаю самостоятельно. И в следующей части покажу, как мы вращаем и доводим до ума всю вот эту нашу конструкцию. Уже время поставить лайк, потому что я думаю, что урок получается достаточно интересный и информативный. Друзья мои, вот что получилось у меня. Теперь дело за малым. Нужно развернуть вот эту нашу конструкцию и продублировать ее. Предварительно, конечно, удобно, чтобы она была сгруппирована. Щелкаем второй раз и переносим центр вращения. Прямо в центр нашей конструкции. И с Ctrl поворачиваем на нужный градус под 90 градусов и одновременно нажимаем правую клавишу. То есть зажат Ctrl, зажата левая клавиша мыши и нажимаем правую. Видите, появляется плюс. Мы продублировали. И то же самое проделать еще два раза. Ну и, ребят, смотрите, можно, конечно, орнаменты такая штука, которую можно бесконечно продолжать. Я, конечно, этого делать не буду. Может быть, какие-то элементы у вас вот здесь появятся. Может быть, вы, как я запланировала заранее, возьмете вот эти полукруги, центральную часть, щелкнем еще раз и с Ctrl развернем под 45 градусов. Ребят, урок на этом заканчиваю. Ваша задача отрисовать либо точно такой же орнамент, но лучше поэкспериментировать и внести свои детали. Ваши наработки жду в группе ВКонтакте, либо в Инстаграме школы. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, нажать колокольчик, чтобы не пропустить выход новых уроков. Приглашайте своих творческих друзей. Спасибо за внимание. С вами была Наталья. Школа графического дизайна и иллюстрации. Всем пока-пока.